Друзья, я приветствую вас на канале Строй Дом своими руками. Очень скоро к нам подъедет вся тема по отоплению. Жду ее, можно сказать, с минуты на минуту. Ребята с Новосиба из компании 100 градусов, ее сейчас мне комплектуют, обещают, что на этой неделе она уже подскочит. А пока все не подъехало, у меня есть время позаниматься кое-каким творчеством. Чтобы вы понимали, наш песель очень стал много хулиганить в доме, и более того, ему больше нравится спать на улице, как мы и поняли. Потому что, когда он находится в квартире, он переворачивает миски и ложится в воду. Ну, ему надо холода, больше холода. И чтобы ему было комфортно, мы решили смастерить ему теплые, крутейшие апартаменты из подручных средств. Ну и в перерывах перед заливками пола мне надо как-то отдыхать. Лучший отдых это активный, правильно? Предлагаю сегодня сделать эту буточку, заселить туда нашего пса, ну и, собственно, каким-то образом развлечь вас. Поэтому смотрите наш сериал, и было бы просто супер, если бы перед началом просмотра вы поставили лайк и поделились бы этим видео со своими друзьями. Ну, а мы начинаем. Для этого проекта я использую старый брусок 50 на 100 и 25 доску, оставшийся у меня еще со времен изготовления опалубки для заливки цокольного этажа. В планах сделать будку для круглогодичного использования, поэтому я хочу утеплить ее экструзией со всех сторон. Для этих целей каркас из сотого бруска стал максимально удачным решением. Кто смотрит наш канал давно, видели, что пару лет назад мы создали небольшую спа-капсулу на участке. Обшив ее стены кедровой имитацией бруса. Но у меня осталось некоторое количество с того времени. И вот я и пущу в дело сегодня. В погоне из-за комфортной жизни у нашего пса мы сделали небольшое смотровое окно в будке. Пусть и собака. Я же с тобой подметать. Я не могу у него... Отдай, Джек. Отдай. Отдай метелку, Джек. Так, две стены готовы. Теперь нам нужно сделать еще две стены. Очень простым на самом деле способом. Тут ничего сложного нет. Циркуляркой опиливаю выступы имитации и оформляю оконный проем. Пришло время соединить эти детали в одно целое. Собираю пол и потолок будки из брусков от старой опалу. Как отметил сын сегодня, пап, мы делаем три полезных дела. Первое, мы делаем будку для Джека. Второе, мы избавляемся от хлама на территории. И третье, самое главное, мы накопили кучу дров для нашей бани. Потому что обрезки балок и разных плашек, это все пойдет у нас в пользу. Согласен, на заднем плане вы видите просто кучу дров. Но буквально через пару секунд эта куча дров превратится в классный комфортабельный номер. Номер для нашей собаки. Все, поехали. Не будем терять времени, работаем. Дом растет, а вместе с этим увеличивается его вес. Одному уже становится не под силу двигать такие стены. Приятно, что Женя всегда меня выручает и помогает мне в трудную минуту. Стягиваю детали и настилаю полы в будке. Кровля тоже будет утеплена, поэтому сделаю ее по шаблону пола. Прежде чем начать утеплять, нужно обшить стены имитацией. Мы решили, что сделаем террасу метр двадцать от будки. Основание для террасы будет из, ну, вот из этой доски. Доски-брус. Доска-брус. Чтобы не терять полезное пространство, мы взяли, вот у нас четыре сорок. Значит, соответственно, два двадцать у нас будет одна сторона. И у нас этот брус будет являться и основанием для будки, и основанием для терраски. Я не знаю, как будет съемка происходить, потому что дождь на улице, и периодически я, в общем, работаю в дождь. Очистил территорию. Вы помните, здесь в начале фильма у нас была куча досок, которые сейчас разбросаны хаотично на самом деле, а они откалиброваны. Мелкий брусок лежит там, брусок подлиннее тут. Здесь вся доска, которая... Здесь вся доска, которая пойдет на стены и кровлю. Ну, это для мусора сейчас. Детей отправил в подвал за лазерным уровнем, сейчас они мне его принесут. Отстреляю здесь, уложу из кирпича поддоны, и сделаем уже основание для будущей террасы. Доску Пола Веранды сделал из сосновых плах, оставшихся от подмастей лесов. Зашивать хаубергом осталось совсем немного. Лишние доски пошли на благое дело. Попробовали Волоком с Женей сдвинуть будку на место ее будущей постоянной дислокации. Оказалось бесполезно. Придумал вот такой вариант. Я бы сказал, отличный вариант. Так, ну что, теперь осталось самое простое. Его вот отсюда надо поместить сюда. Мы его Волоком сейчас перевалим сюда, потом тут перевалим. И поставим на месте. Мне хочется посмотреть, как он будет на месте стоять. Только для этого. Смотри, пригодилось второй раз. Первый раз я на Буране привозил сюда щиток, когда еще мы только стройку начинали. А второй раз вот сегодня. А я уже хотел разбирать эту конструкцию на металл. Я думаю, вообще, давай его поставим на рога, говорю. Место просто шикарное, но временное. В скором будущем тут у нас будет патио. А пока отсюда пусть Джек несет свою караульную службу. В общем, когда есть большое желание что-то сделать, вообще без разницы, можешь ты это или не можешь. Вправляли ли тебе два дня назад по звонке или не вправляли. Ты просто берешь и делаешь, потому что это прикольно. Но сразу скажу один момент, который мне не нравится в данной ситуации. И вы его явно видите. Угол кровли разный. Так, ну пойдем заглянем. Ну что, Бобс, скоро тебе тут окно вставим. Тебе даже выходить не надо будет, чтобы на врага посмотреть. Хорошо, а Джеки здесь будет не тесно. Да, Бобсик? Кедровая имитация. Крутейшая. Я сейчас дошью все это. Рассвет. И мы продолжаем с вами работать. Сейчас я зашиваю стены, потом зашьем кровлю и потом положим уже металл. Как видно, я уже утеплил эти стены. Осталось только утеплить входную, парадную часть будки. Я уверен, что в процессе нашего видоса будет несколько вопросов ко мне. Денис, ты так хорошо уже разбираешься во всех пирогах и вроде как понимаешь тему прозрачности материалов и прочее. А будку хочешь просто взять, заполнить экструзией и все. Друзья, что касаемо будки, она не имеет теплого контура. То есть закрытости во время эксплуатации ее. Стены ее дышать, по сути, это и не должны. Вентиляция всегда открыта. Но если вы хотите проверить себя на правильность изготовления конструкции пирога вашей стены дома, то у меня есть просто чумовое решение. Приложение TN-Check. С помощью мобильного сервиса TN-Check от компании TechnoNicol можно самостоятельно проверить правильность монтажа кровли или фасада. Сформировать официальный акт осмотра. Итак, создаем объект, заполняем поля, выбираем проверить монтаж. Далее тип системы конструкции. Указываем толщину ОСП, разряженные обрешетки и вообще все системы, которые вы знаете. Далее достаточно подробный чек-лист. Пунктов в чек-листе много, но их весьма быстро заполнить. Самое приятное, что интерфейс очень удобный и интуитивно понятный. Если ошибок не выявлено, то можете полностью быть уверены, что если, не дай бог, в будущем что-то неприятное случится с материалами, производитель точно компенсирует материал по гарантии, так как фактор неправильного монтажа будет отсутствовать, а у вас будет подтверждающий официальный акт осмотра. Или наоборот, если TN-Check выявит несоответствие монтажа с официальными рекомендациями производителя, то у вас есть отличная возможность их оперативно устранить. В противном случае это может привести к деформации изоляционных характеристик и внешнего вида конструкции в будущем. Я проверил свою стройку и проблем вообще не выявлено. А значит, мы сделали все правильно. И у нас есть официальное подтверждение этому. Но для тех, кто работает с этими материалами Технониколь впервые, я советую воспользоваться приложением TN-Check. Отмеряем и отпиливаем. По-моему, получается просто отлично. Так, друзья, ну теперь самое приятное. Мы приступаем к отделке хаубергом. Вон та часть, где у меня баня. Видите, вон та дверь. Я приобрел хауберг на этот угол, но в процессе мы решили, что здесь будет пристрой банной стены. И нет никакого смысла это место забивать хаубергом. Поэтому у меня высвободилось какое-то количество. Сдавать его обратно в магазин я не планирую, так как он мне пригодится в жизни на какие-то вот такие объекты. И сейчас я решил немножко преобразить нашу будку. Ну, действительно, она будет красивее смотреться, когда я ее обработаю. Хочу отметить один интересный момент. Насколько хауберг просто берет и превращает что-то некрасивое во что-то очень красивое. И для этого ему надо прям буквально просто одна минута. Кстати, бить в дерево очень даже мягенько и хорошо. И у меня появилась одна мысль, друзья. Один квадратный метр ОСП сегодня стоит почти тысячу рублей. Один квадратный метр двадцать пятой доски стоит порядка рублей двести. Я вот думаю, может быть, настоящей древесиной заделать наш дом оставшуюся часть. Ну, дай бог ОСП скоро упадет, и мы вернемся к зашивке наших стен оставшихся. Так, ну что, Никитосик, все, заселяем нашего замечательного Джека. Наконец-то, да? Все, его одеялко в дом Джеки. Сейчас Никита там все расстелет хорошенько. В конечном итоге у нас получилась просто чумовая будка. Джек ее уже потихонечку обживает. Осталось сделать гнутье на фасад, заказать окно. Я хочу сделать тройной стеклопакет, он, в принципе, недорогой. Я знаю, где их заказать. На зиму мы, скорее всего, повешаем какую-то шторку, чтобы было тепло. Уверен, что собаке будет здесь просто здорово. Еще, друзья, я хочу вот здесь повешать небольшой такой прожектор, который будет работать за солнечные батарейки. Конечно, когда я все это доделаю, я еще не раз вам это покажу. Мне было очень приятно вас сегодня видеть. На следующей неделе, я надеюсь, мы уже начнем с вами развешивать радиаторы и заряжать нашу котельную необходимым оборудованием. Ну, а сегодня у меня все. Пока-пока.